Друзья, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и в этом видео речь пойдет о функции копирования игр на консоль Xbox One. Да, обновление с этой фичей пришло давно, но многие по сей день не знают, что это за функция. Короче, сегодня я о ней расскажу. И если вы вдруг хотите такой фон, как у меня, то переходите в нашу группу ВКонтакте, ссылку на которую я оставлю в закрепленном комментарии. Оттуда можно будет этот фон скачать и поставить на свою консоль. Итак, функция копирования игр находится в моих играх и приложениях во вкладке «Управление» и называется она «Передача по сети». Если перейти на нее, то вы в принципе сами можете понять в чем ее суть. А суть ее кроется в копировании игр с одной консоли на другую. Как это работает? Сейчас покажу. Если что, я имею две консоли, а именно Xbox One FAT и Xbox One S. Присоединяю две консоли к одной сети и врубаю ту самую функцию. Мы без проблем сможем видеть, какие игры установлены и сможем скопировать любую из игр на одну из консолей. Да даже абсолютно все игры и приложения можете скопировать. Ну вот, к примеру, давайте качнем с консоли брата UFC третью. Если на консоли, с которой передается игра, начать играть, то установка прекратится. Если честно, я так и не понял приколы и надобности в этой функции, поскольку скорость копирования и скорость скачивания у меня была практически одинаковая. То есть, есть эта функция или нет, игры будут скачиваться практически с одинаковой скоростью. Что со стора, что со второй консоли. Единственную разницу в скорости я заметил, если при скачивании или копировании начать играть. При этом скорость сократится, но в случае, если мы игру копируем с другой консоли, скорость в три раза выше. Если честно, я все еще не понимаю, какой глобальный смысл этой функции, поскольку, чтобы пользоваться этой функцией, нужно иметь две консоли. И так такового удобства эта фича в себе не несет. И исходя из этого, я задался вопросом, а зачем она тогда? Если в принципе практически с такой же скоростью скачиваются игры со стора. И если вы вдруг думаете, что если скопировать на консоль игру, которая у вас не куплена, она у вас запустится, нет, это бред. Дело в том, что игры привязываются не к консоли, а к профилю. И без профиля, на котором куплена та или иная видеоигра, она у вас просто не запустится. И неужели этой функцией кто-то пользуется? Как по мне, лучше бы тот же Snap вернули, который позволял открывать приложение и игру одновременно. Да, по информации сети, ее убрали из-за ненадобности. Но мне больше всего кажется, что ее убрали именно из-за того, что она нагружала систему. Поскольку после удаления всех старых функций, новый дашборд стал более-менее стабильно работать. Короче, такая вот бесполезная функция, если вдруг видите в ней какой-то смысл, напишите его в комментариях, может быть я что-то недопонял. На этом в принципе все, если понравилось видосик, ставь лайк, подписывайся на канал и спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok